В Чебоксарах, во дворце детского и юношеского творчества, как и по всей республике, сегодня тоже весь день многолюдно, оживленно и вкусно пахнет тортами. Правда, здесь собрались только те, кто так или иначе имеет отношение к свадьбе. Впервые в столице Чувашии прошел свадебный фестиваль молодожены при информационной поддержке национального телевидения. Все для свадьбы в одном месте. Визажисты, парикмахеры, стилисты, модельеры, дизайнеры. От обилия разнообразия свадебных аксессуаров глаза просто разбегаются. Это такая вот не просто выставка, да, пришел, познакомился и все, а уже завязать контакты, как-то наладить, вот, уже начать подготовку к свадьбе. В первом свадебном фестивале молодожены у нас принимают участие около 30 участников, не только местные из города Чебоксара, так же и из других городов. Молодожену и не только здесь можно было заказать оригинальные пригласительные, сделать пробный свадебный макияж, попробовать тортик и даже примерить подвенечное платье. Я пришла посмотреть, насколько у нас развита индустрия свадебная в Чуваше. Я сама в ближайшее время тоже собираюсь выйти замуж и, как бы, считаю полезным для каждого сходить, посмотреть на такие мероприятия. Как оказалось, подобный фестиваль интересен не только девушкам, но и юношам. Михаил и Екатерина планируют пожениться в сентябре. Будущий муж Михаила к предстоящему событию готовится очень серьезно. Сегодня мы посмотрели просто, кто что предлагает. Нас интересует больше шоу, костюмы. Меня вот очень заинтересовало оформление, допустим, свадеб. Вот эти две фигурки белого цвета очень интересные. По-моему, будет супер смотреться, оригинально, очень красиво. Планируется, что подобный фестиваль будет проходить каждый год перед началом свадебного сезона, в конце весны, начале лета. Галина Титарчук, Евгений Анисимов, Республика.